Великие имена. Четырем образовательным учреждениям города Балхаш присвоены имена выдающихся личностей. Двойной праздник. В день независимости в Балхаше родились восемь малышей. Восемь новых жителей города появились в юбилейную дату независимости страны. Из них пять мальчиков и трое девочек. Первым на свет появился мальчик около часа ночи. А 17 декабря родились четверо детей, все новорожденные и девочки. В качестве подарка родившимся на праздник малышам будут вручены бэби-боксы. А родителям новорожденных в роли презента оформили свидетельство о рождении. Документ выдадут до выписки малыша с матерью. Больше тысячи балхашцев на сегодня ревакцинировались. Очередная иммунизация от коронавирусной инфекции началась в городе 7 декабря. Следует отметить, что повторную прививку делают в одну дозу. Те, кто ранее получил Хаятвак, Казвак, Коронавак и Синофарм, спустя шесть месяцев могут принимать любую другую вакцину. А тем, кто ставил спутник ВИС, срок ревакцинации через 9 месяцев. 1053 человека, которые вакцинировались в третий раз для профилактики от вируса. Это производственные рабочие, также работники сферы медицины и образования. Один из них – Султан Амантай. До этого времени врач вакцинировался препаратом «Спутник ВИС». Теперь специалисту доступна вакцина Казвак. Из-за того, что являюсь врачом, ревакцинацию получил спустя шесть месяцев. Призываю всех к ревакцинации. В настоящее время она обязательна. Это связано с тем, что в организме формируются антитела, что помогают легче переносить болезнь. Четырём образовательным учреждениям города Балхаш присвоены имена общественных деятелей. К юбилею независимости страны постановлением правительства ряду объектов наделили имена выдающихся личностей. Переименовались такие учреждения, как средняя школа номер 16. Теперь же она носит имя философа Абуна Саральфараби. Дворец школиков удостоен имени казахского полководства «Гжолтая Гбай-Батыра». А школа лицея номер 17 обрела имя первого казахского математика профессора Алимхана Ермекова. Имя народного героя участника Великой Отечественной войны Бауранаму Мушилу присвоено средней школе номер 8. По инициативе учителя-ветерана Миренбека Бутайла при поддержке коллектива школы средней школы номер 16 присвоено имя Альфараби. При поддержке ветерана города Умирбека Ермебета школе лицея номер 17 присвоено имя профессора Алимхана Ермекова. На сегодняшний день официальные документы находятся на регистрации в управлении Адлет. В ближайшие дни они будут переданы на руки. Также в этом году в рамках публичных слушаний в марте бывшая улица Ленина была переименована в улицу Абая. А улица Абая на рабочем посёлке переименована в Интымак. Инициатором переименования главной улицы города выступил руководитель общественного фонда Алихан Букихана Махмуд Жарлгаб. Сегодня ведутся работы по замене уличных аншлагов. Предприниматели, расположенные на бывшей улице Ленина, могут начать работу по замене лицензии. Изменение уставов только после того, как официальный документ будет передан в руки. В преддверии Нового года в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». На сегодняшний день сотрудниками УЧС Балхаше совместно с отделом полиции города в целях избежания несчастных случаев при обращении с пиротехникой проводятся рейдовые проверки. На каждый товар продавцы должны иметь сертификат. Кроме того, запрещается продавать пиротехнические вещества несовершеннолетним детям. В обратном случае виновным будет наложен штраф в размере 73 тысяч тенге. Предупреждения в данной статье не предусматриваются. «Хотелось бы напомнить несколько правил. Это первое – покупать пиротехнику только в специализированных магазинах с наличием сертификатов. Также использовать пиротехнические средства, если, допустим, приобрели, использовать их вдали от строений, от зданий, желательно на открытых участках местности, во избежание попадания сгораемых частиц от пиротехники на жилые дома и сооружения. Будьте внимательны и бдительны при обращении с пиротехникой». В городском парке появились новые композиции. Теперь горожане смогут расположиться на ювелирных лавочках и полюбоваться произведениями малой архитектуры. Яркие светильники будут гореть в ночное время и украсят парк. Кроме того, в парке поставили три вертикальных светильника в старинном стиле саг высотой 2,5 метра. В ближайшее время отремонтируют четыре праздничные арки, а город украсят новогодними гирляндами. «В настоящее время в центральном парке у нас установлены декоративные конструкции. Порядка трех штук, одна из них как в виде скамейки идет. Дополнительно она еще будет установлена и по аллее у Алиханова, это арки. Освещение центрального парка полностью восстановлено, работы завершены». В Балхаше завершилось первенство по волейболу среди девочек-подростков. Восемь команд сформированных из школьниц и студентов возрасте от 13 и 15 лет показали эффективную игру. Спортивное соревнование было приурочено к 30-летию независимости страны. Среди групп призовые места получила команда ФОК номер один, которая набрала высшие баллы и завоевала первое место. Второе место заняли ФОК-2 Дюска, а волейболисткам команды ФОК-3 Алия досталось третье место. По решению судей победителям вручили денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч тенге. «Команд собралось на этот турнир 8, техникум собрался, ФОК выставил несколько, детская спортивная школа и первая школа, а 16-я школа, гимназия, выставили отдельные команды. Это очень радостно, потому что дети должны развиваться, не сидеть на месте. Играют по подгруппам, две подгруппы, в каждой подгруппе по четыре команды». Редактор субтитров А.Семкин